Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сергей Кучеров стал ведущим на канале ТНТ-Мьюзик. Ему пока сложно дается работа перед камерами и чтение текста без подготовки, но он уверен, что преодолеет эти сложности. Саша Гозиас и Костя Иванов возвращаются на Дом-2. Они станут ведущими. Об этом поведала Гозиас в видеотрансляции. Маша Кахно первый раз сняла корсет после пластической операции. Она похвасталась в сети своим новым бюстом. Лилия Читрару тоже довольна результатами своих пластических операций. Зрители же раскритиковали грудь Лилии. Огромный бюст на теле хрупкой девушки выглядит непропорционально и поэтому некрасиво. В недавнем эфире Валерия Фрост устроила разнос Захару Саленко. Она нашла его переписку в социальных сетях. А ведь совсем недавно Захар обещал держать дистанцию с другими женщинами. В паре Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова тоже конфликт. В тайне от Сергея Юлия не просто поддерживает приятельские отношения с некогда любимым мужчиной, с бывшим мужем, но и регулярно переписывается с ним в соцсетях. Ее интересует мнение бывшего практически по всем вопросам. Дарина Маркина рассказала о своих играх с Никитой Кузнецовым. «Мы играли в игру», – пишет девушка. «Мой мужчина накормил меня растением с балкона. Вот это была жуть». Листья этого комнатного растения оказались ядовитыми. У девушки сильно защипало во рту, заболело горло, ей пришлось вызывать скорую помощь. Стало известно, сколько потратила Ксения Бородина на платье для премии РУ-ТВ. В то время как платье для Маруси стоит не дороже 10 тысяч рублей, на свое роскошное красное платье Ксении пришлось порядочно потратиться. Ее наряд стоит порядка 150 тысяч. Ольга Ветер рассказала журналистам о своих новых отношениях после развода. Избранника Ольги зовут Евгений, он инструктор по вождению в автошколе. Когда Ольга ушла с проекта, он стал активно ухаживать за ней, и они почти сразу же стали жить вместе. Недавно влюбленные ездили в Краснодар, чтобы познакомиться с мамой Евгения. Женя – полная противоположность Глеба, рассказывает Ветер. Он очень семейный, спокойный, невспыльчивый. «Сначала Глеб писал мне, пытался все вернуть, но когда увидел, что я счастлива, отпустил меня и принял мой выбор. Глеб постоянно у нас бывает, он много видится с Мишей и хорошо общается с Женей». Фанаты Вики Романец продолжают искать у девушки признаки ее беременности. Никто в этом не сомневается после появления свежего видео Вики с открытия салона красоты. На нем нельзя не заметить ее большой живот. Женя Феофилактова поделилась с подписчиками своими грандиозными планами. Она хочет сделать себе роскошный подарок ко дню рождения – купить квартиру. По словам девушки, ее доход позволяет буквально за несколько месяцев скопить денег на это. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.